Музыка Репетиция Екатерины Великой в самом разгаре Артисты уже на сцене, оркестранты в яме, а маэстро колдует над ними Давайте посмотрим, как это происходит Как у настоящего волшебника, у симфонического дирижера тоже есть палочка Мало кто знает, но этот инструмент имеет свое название – батутта Для каждого маэстро это своего рода реликвия Движения рук Бориса Надельмана, главного дирижера Свердловской мускомедии, особенные По первому образованию он пианист В плавности его жеста чувствуется фортепианная туша Ваша палочка историческая Сколько она вам уже служит? Палочка, да, да, мне ее сделал давно, лет 20 назад Наш флейтист, который занимался изготовлением палочек Она уже в конце немножко поломалась Маэстро, расскажите про партитуру, сложная? Партитура, она интересная, она сейчас уже не сложная Поначалу, конечно, была интересная работа Букет, букет музыки разнообразных Это православная молитва Есть ректайм, есть джазовые куски, есть клавесинистские, там тут эпохи Ромо Купере, такие есть кровяноклассические номера, есть попса Автор произведения Сергей Дрезнин Композитор, выпускник Московской консерватории, известен как непревзойденный мастер мюзикла Его перу принадлежат 16 произведений этого жанра Екатерина Великая – одно из наиболее масштабных Постановка в прямом смысле слова имперских масштабов От состава оркестра до сценографии Каждая картина здесь как сцены фильма То есть они должны меняться быстро, без заминок Должно все происходить без каких-то остановок больших В постановке задействовано 150 человек и более 400 костюмов Перед представлением жизнь за сценой напоминает муравейник Театральное закулисье – что может быть волнительнее и тревожнее? Именно здесь происходят все чудеса преображения Театральные цеха готовятся к спектаклю Давайте посмотрим, как это происходит Для того, чтобы доставить реквизит Свердловского театра музыкальной комедии в Крым Понадобилось шесть огромных фур Костюмы Екатерины особенно ценные Их хранят в тяжелых герметичных ящиках Платье сшито из специально разработанной пророщенной ткани Вблизи это просто плотная материя Драгоценный парчевый вид она приобретает только на сцене в ярком свете софитов Это и есть вот те самые драгоценные костюмы? Да, это коронационное платье В котором Екатерина принимала престол в Российской империи Оно сделано практически по оригиналу Позвольте я подниму подул, чтобы зрители увидели, насколько богато украшена юбка Вся в драгоценных камнях Да, она расширена стразами и камнями Именно конкретно от того же оттенка, какого оттенка ткань Я так понимаю, что это не единственный костюм у императрицы? Нет, не единственный, у нее их шесть Браво, маэстро Присаживайтесь ко мне, давайте побеседуем о вашей роли Подготовка к спектаклю всегда очень волнительна для артиста Как утверждают мэтры, за шесть часов до выхода на сцену нельзя есть шоколад и орехи Рекомендуется больше молчать А непосредственно перед репетицией подготовить голос, дыхательной гимнастикой и вокальными упражнениями Ну, я играю в спектакле Екатерина Великая роль Потемкина У вас партия для среднего голоса? Ну да, она невысокая Какая у вас верхняя нота? Ну там, по-моему, соль выше нету Вот, и поэтому с точки зрения вокала не очень сложно Но просто роль такая серьезная, яркая Мелодии запоминаются Можно и со спектакля выходить, их напевать Но современный зритель капризный Одной мелодией его не обманешь Считает народная артистка России Надежда Басаргина Он поверит в происходящее на сцене только тогда, когда артист глубоко погружен в материал И всей душой переживает роль Я играю роль Елизаветы Петровны Императрицы, которая привезла юную Екатерину в Россию Для меня это очень интересно, потому что это как бы толчок Какое-то чутье подсказало, что это должна быть вот эта девочка Она ее и воспитала, она ее немножечко скорректировала, хотя характер у нее непростой был По задумке композиторов спектакля Екатерины две – молодая и зрелая Обе партии написаны для низкого женского голоса с диапазоном больше двух октав Это самые сложные роли не только в техническом плане, но и эмоционально Марии Виненковой помочь осмыслить исполняемое помогла режиссер спектакля Нина Чусова Ну это такой известный способ вообще для артистов Она сказала, вот какое животное, как ты видишь, Екатерина, какое это животное Я подумала и сказала, это волчица Она говорит, вот мы одинаково видим, и это очень правильный образ И вот от этой волчицы мы и стали отталкиваться Сначала это молодая волчица, потом это уже зрелая волчица Такая вот одинокая, очень целеустремленная, очень рассудочная, воинственная в меру К спектаклю Екатерина Великая все готово Он отливает золотом Зимнего дворца и сверкает бриллиантами большой короны Российской империи Вместе с царицами и Георгием Потемкиным на сцене Академического музыкального театра Республики Крым Предстанут почти все персонажи века просвещения отечественной истории Посмотрев спектакль, понимаешь, за державу не обидно Гастроли Свердловского театра музыкальной комедии продлятся в Крыму до 30 сентября Музыкальный инструмент – сам по себе история музыки Особенно, когда этот инструмент занимает несколько залов, а его фасад – произведение искусства Владимиру Хромченко исполнилось 70 лет Всю жизнь он создавал Центр органной музыки Левадия собственноручно, по кирпичику Все от лепного ордера пилястр, клавиш мануала до пальмария вокруг музыкального дворца Владимир Анатольевич, зал окружает уникальный, удивительный сад, которых в Крыму больше нет Расскажите, как вы его создали и что это за сад такой? Сад этот имеет черты в себе так называемые арабско-персидские То есть, что значит персидский сад? Это очень широко распространенный термин – чахар-бак То есть четыре сада Вот у нас четыре части – север, восток, запад, юг и запад Фактически три части Но у нас есть еще зал Если обратите внимание, зал – это представляет из себя сад Огромное количество вьющихся веток, тысячи, тысячи – это сад музыкальный Для того, чтобы создать этот комплекс, понадобилось стать полиглотом Владимир выучил шесть европейских языков, чтобы построить орган А для закладки сада – седьмой – персидский Он стал специалистом с мировым именем и единственным на постсоветском пространстве органостроителем Орган – это такой инструмент, который включает в себя, наверное, все, что можно включить Очень много научного, математика, потом художественной архитектуры и так далее, и так далее То есть это все постепенно было изучено И после этого уже в музыкальной школе, где-то в 70-е годы, в годах появился первый орган И уже в 87-м году стал вопрос о строительстве органа в Ялте Здание – это здание бывшей электростанции Ливадийской, которая была построена в 2011 году одновременно с дворцом Сколько труб в органе? В органе в настоящий момент 5200 труб Трубы делятся на 82 части То есть это 82 тембра в этом органе существует Правда, что трубы сделаны из совершенно уникальных пород древесины? Есть некоторые тропические сорта, которых у нас И есть очень такие плотные, так скажем, фисташки Орган не зря называют королем музыкальных инструментов Его фасад как крепость, его звук сравнивают с глазом небесным Играют на нем не только руками, но и ногами Расположение педалей точно повторяет строение клавиатуры Мастер, вы могли бы дать небольшой урок игры на вашем инструменте? Ну, я должен на это двинуться немножко Вы должны сесть по центру Потому что выбирается центральная позиция Иначе будет неудобно Ну, немножко спокойнее надо И... И меньше качаться Ну, тут, конечно, должно быть туша Это время надо большое То есть это тоже динамический инструмент? Да, безусловно Главное тут даже не нажать, а снять Мое пожелание только надо заниматься Любому ученику Все только в труде опознается Фасад органа – это только нарядная одежда Его сердце и легкие скрыты в четырех просторных комнатах Невидимых зрителю Их заполняет механика и тысячи труб Каждая из них отлита Выпилена из дерева, откалибрована и установлена собственноручно маэстро Каждая имеет свой неповторимый голос и название Окс-ангелика Вот видите, тут очень сложно сделано Они очень трудно их интонировать Потому что очень узкая мензура То есть соотношение диаметра к звуковому столбу Оно минимальное И труба очень неустойчивая Она стремится разделиться на обертоны Ну, это достигается путем вот этих манипуляций Довольно сложно Но когда стабильно она уже звучит То тогда этим настраиваем нужный тон Это струнные регистры, так называемые А там другие есть закрытые Открытые, если закрытая труба А то проще Смотрите, вот она Вот Флейта, видите Дубовая труба Орган величественен, как готический храм Ему только 32 А впереди столетия Владимир Хромченко воздвиг прижизненный памятник себе и вечной музыке Многое лето, маэстро 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 Многое лето Продолжение следует...